Четвертая книга Моисея, числа, глава тридцать третья Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца, на другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились с Таном в Сокхофе. И отправились из Сокхофа и расположились с Таном в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефаме и обратились к Пи-Га-Хи-Рофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились с Таном пред Мигдолом. Отправившись из Га-Хи-Рофа, прошли среди моря в пустыню, и шли три дня пути пустыню Ефам, и расположились с Таном в Мерре. И отправились из Мерры и пришли в Елим. В Елиме же было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там с Таном. И отправились из Елима и расположились с Таном у Черного моря. И отправились от Черного моря и расположились с Таном в пустыне Син. И отправились из пустыни Син, и расположились с Таном в Довке. И отправились из Довки и расположились с Таном в Алуша. И отправились из Алуша и расположились с Таном в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима и расположились с Таном в пустыне Синайской. и отправились из пустыни Синайской, и расположились станом в Кеброд-Готаве, и отправились из Кеброд-Готавы, и расположились станом в Ассерофе, и отправились из Ассерофа, и расположились станом в Рифме, и отправились из Рифмы, и расположились станом в Римнон-Фореце, И отправились из Римнон-Фареца и расположились станом в ливне, и отправились из ливны и расположились станом в рисе, и отправились из рисы и расположились станом в Кегеллафе, и отправились из Кегеллафы и расположились станом на горе Шофер. И отправились от горы Шафер, и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады, и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа, и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа, и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха, и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки, и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны, и расположились станом в Мосерофе. И отправились из Мосерофа, и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бени-Якана и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона, и расположились Станом в Ецион-Гавере, и отправились из Ецион-Гавера, и расположились Станом в пустыне Син, она же Кадес, и отправились из Кадеса, и расположились Станом на горе Ор у пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там в сороковой год по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской в пятый месяц, в первый день месяца. Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор. Хананский царь Арада, который жил к югу земли Хананской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор, и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона, и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона, и расположились станом в Овофе. И отправились из Овофа, и расположились станом в Ием-Авариме, на пределах Муава. И отправились из Иема, и расположились станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивонгада и расположились с Таном в Алмон-Дивлафаиме, и отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились с Таном на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились с Таном на равнинах Муавицких у Иордана против Иерихона. Они расположились с Таном у Иордана, отбив Иешимофа до Авеситима на равнинах Муавицких. И сказал Господь Моисею на равнинах Муавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли. И истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее, кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что Я вознамерился сделать им, сделаю вам. Субтитры сделал DimaTorzok